Сегодня я хотел вам рассказать про центр ремесленников, который находится у нас в Самарканде. Здесь множество мастерских, чеканка, резьба по дереву, ткани, работа с тканями, есть ювелирка, художники, очень хороший, даже заслуженный художник у нас здесь находится, и также наша живенная мастерская. У нас очень широкое производство, мы не делаем что-то на конвейер, у нас индивидуальные заказы по желаниям пользователя, то есть увидел картинку в интернете или там нарисовали сами эскиз, можете, но если не можем, научимся. Делаем, отправляем и в этом плюс. Мы сами с братом из Ташкента, и 18 лет назад брат занялся кожей как хобби, решил, ну, просто что-то для себя сделать, и дальше-дальше ему это дело понравилось, он серьезно занялся кожей, и сначала работал на дому, и вот потихонечку-потихонечку уже выросло это все в нашу большую мастерскую. Нам уже более 16 лет, и организованная это была Яна Латик, она самая бывшая работник музея, и поэтому ей вот захотелось что-то такое в таком же духе. Ткани советского периода еще нам приносят наши местные жительницы, когда понимают, что уже ничего не сделать с этой тканью, в сундуках обычно они лежат, потому что в Узбекистане вообще любое мероприятие сопровождается дарением не менее трех метров тканей. Так как нам уже более 16 лет, тропинка уже продоптана, да, и вот, и они приносят нам, мы с удовольствием покупаем, потому что, зная качество, это отличного качества шелк, хлопок, потому что в советское время всегда это все контролировалось. Во всей нашей одежде мы не только внешней стороне большое внимание уделяем, но и внутренне. Где-то мы отмечаемся как счастливые птицы. Мы всегда, всегда угощаем кофе, так что приходите. Вообще вся фишка ручной работы в центре ремесленников – это то, что каждый продукт, он делается руками. И даже если хочешь создать что-то похожее, оно все равно получается немножко другое. В этом и прелесть ручной работы. Машинная работа, она как штамповка, всегда идет одинаково изделие, друг от друга не отличается. Ручная работа – это каждая тарелка, каждая картина. Даже если пользователь хочет повторить, можно мне вот точь-в-точь такую же сделать. Никогда точь-в-точь не получится. Она будет такая же, но немножко другая. И в этом прелесть этого искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова